Аудиопутешествие по самым интересным музеям Беларуси. Каждую неделю мы слушаем сводку громких чрезвычайных происшествий в стране. Новости о пожарах, которые навели беспорядок и навредили имущество, принесли горе или унесли человеческую жизнь, не заставляют себя ждать. Огонь еще с древних времен символизирует энергию. А какой она может быть? Как положительной, чтобы обогреть, дать теплую пищу и уютную атмосферу, так и отрицательной. Эта стихия может показать свои жаркие коготки и обжигать все на своем пути. Вот уже не один год при столичном управлении МЧС функционирует музей огня. Зачем он нужен горожанам и что помогают узнавать посетителям порой самые неприметные экспонаты, нам расскажет начальник сектора пропаганды безопасности жизнедеятельности Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Ирина Уласевич. Ирина Павловна, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, профилактика пожаров и последствия от них, пропаганда культуры безопасности среди населения – это одна из приоритетных задач Минского городского управления МЧС, на базе которого в 1972 году был создан и работает музей огня. Хочу сказать, что идея создания этого музея принадлежит экс-начальнику управления пожарной службы Николаю Александровичу Терешкову, который внес очень большой вклад в историю столичной пожарной службы. Музей претерпел несколько реконструкций. Вот последняя реконструкция была в 2013 году, и она преобразила его до неузнаваемости. Потому что, если раньше это была обычная пожарно-техническая выставка, то теперь это настоящие музейные тематические залы с экспонатами, работа в которых строится по принципу «Огонь был», «Огонь есть», «Огонь будет». Это три отдельных зала. Это три отдельных зала, правильно. «Огонь был». Это наш исторический, первый исторический зал, в котором мы со своими слушателями, посетителями говорим о взаимодействии человека с огнем. В этом зале мы рассказываем о которые произошли в городе Минске. И в этом зале мы говорим о становлении пожарной службы Белоруссии. Не только столичной пожарной службы, но и Белоруссии в целом. Второй зал современный. Мы придерживаемся принципа «В этом зале, проводя работу, огонь есть». И говорим здесь о современных проблемах взаимодействия человека с огнем, причины, по которым происходят пожары и другие чрезвычайные ситуации, последствия чрезвычайных ситуаций, практическая отработка навыков вызова службы спасения. Здесь у нас есть и тренажеры, и видеоманекены. Поэтому в этом зале скорее такое занятие по повышению культуры безопасности для тех, кто приходит к нам в музей. Ну и третий зал у нас есть и работает он по принципу «Огонь будет». И в этом зале, его скорее можно назвать учебный класс, потому что именно в этом зале проходят подготовку должностные лица, руководители организации и предприятий по программам пожарно-технического минимума. Поэтому комплексно мы ведем работу по повышению культуры безопасности и предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них. А откуда, как к вам попадают экспонаты? Я непродолжительное время работаю в этом отделе, но хочу сказать, что действительно музей пополняется. И пополнение экспонатами в современном зале, оно, можно сказать, с пылу-жару идет, потому что многие экспонаты действительно приезжают с мест пожара. И многие экспонаты не просто имеют такой страшный обгоревший вид, они становятся причинами самих пожаров. Именно показывая эти экспонаты, рассказывая о них и о том, что привело к пожару, нам кажется, это очень убедительно и очень показательно для тех, кто смотрит на них. И это действительно заставляет людей задуматься, прежде чем совершить то или иное необдуманное действие и идти в разрез с инструкцией, например, и электроприборов, и других вещей, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям. А кто ваши посетители? Вот их возраст какой? Возраст наших посетителей тоже самый разный. В последнее время пользуются популярностью музеи у семей. И родители, заботясь о безопасности своих малышей, приводят даже самых маленьких, двух, трёхлетних, четырёхлетних. Мы приглашаем на такие экскурсии и говорим им, чтобы они приходили с друзьями, с бабушками, с дедушками, с соседями. И находим все формы работы и с детьми, и со взрослыми. Потому что действительно возможности есть и мультфильмы посмотреть, и кино посмотреть, потрогать экспонаты руками и увидеть вот эти превращения, которые происходят в течение одной секунды, которые действительно позволяют осознать некоторые вещи, которые могут привести к самым трагическим последствиям. А кто проводит экскурсию? У нас проводят экскурсию работники Центра пропаганды, которые вот работают в секторе. У нас взаимозаменяемость стопроцентная, и поэтому в любое время мы действительно можем провести экскурсию. Вы не единожды тоже проводили такие экскурсии. Вот как вам кажется, посетители, которые приходят вначале, с каким настроением, с какими чувствами они уходят, исходя из вашей практики? Вы абсолютно точно, Виктория, почувствовали то, о чём мы говорим с каждой группой посетителей. Наша задача, я всегда об этом говорю и взрослым, и детям, изменить немножечко сознание того, кто переступает порог нашего музея. Изменить в сторону того, чтобы каждый, если кто-то чего-то недопонимал, выходил после экскурсии, после этого занятия совершенно с другим понятием и отношением к собственной безопасности. Потому что действительно то, что видят, то, что пробуют, даже вот на тренажёре «Вызов службы спасения» в режиме онлайн с диспетчером, когда ты видишь волнение, которое переживает и чувствует человек, это действительно накладывает на него определённый отпечаток и действительно меняет его сознание. И мы действительно надеемся на то, что каждый из тех посетителей, которые были у нас, они выходят совершенно другими, другими по отношению к собственной безопасности. Наши слушатели чаще всего люди с ограниченными возможностями по зрению. Чем интересен будет для них ваш музей? Мне кажется, что наш музей интересен для всех людей. И взрослых, я говорила уже, и малышей, и даже людей с ограниченными какими-то возможностями. Интересен он будет тем, что можно будет услышать какие-то новые вещи, можно будет потрогать форму пожарных 19-го, начала 20-го века, можно примерить и почувствовать себя пожарным 19-го века, примерив каску и рядовых пожарных, и руководителей тушения пожаров, можно пощупать и можно позвонить в колокол, который имеется у нас на конно-бочечном ходу, можно ещё многое увидеть и, я говорю, даже на ощупь понять, насколько и сложна была служба пожарных, и насколько она действительно сейчас сложная. Потому что если кто-то где-то чего-то и не сможет увидеть, то я наверняка уверена, что мы сможем донести это и словами, и какими-то другими ещё способами. Какие самые интересные экспонаты, которые можно ощутить своими пальчиками, есть у вас? Вот расскажите о них. Знаете, Виктория, я бы вам, наверное, чтобы не говорить так долго, предложила виртуальное путешествие по первому залу, по историческому залу. Очень постараюсь донести до слушателей всё то, о чём мы говорим, всё то, что они могут увидеть, услышать, пощупать, надеть. Тогда, дорогие друзья, в путь. О чём можно услышать во время экскурсии в историческом зале? Человек и огонь. Два феномена природы, которые до конца ещё так и не познаны. Огонь — друг и враг, добро и зло одновременно. Он давно и преданно служит человеку, но если огонь выходит из-под контроля, то превращается в страшного и беспощадного врага, который уничтожает всё и всех на своём пути. Мне бы очень хотелось, чтобы вы услышали немножечко истории взаимодействия человека с огнём славянских народов, в частности белорусов. Так вот, среди древнейших божеств наших предков первым почитали Перуна, поклонялись его великому дару. Издавна в каждой белорусской хате поддерживали свой огонь, потому что рядом с ним отступала тьма и страхи. Его берегли при переездах, и огня из печи не одалживали. Вот спички — пожалуйста, потому что люди верили, что когда отдашь свой огонь, тогда уйдёт из дома достаток. А печь — это вместилище этого огня. Вот этой печи кланялись, а на огне гадали. И, знаете, существовали такие поверья. Если пламя весёлое, тогда жди гостя в хату. А если такой уголёк попал в еду, это непременно к подарку. Вы знаете, не случайно синонимом вот этого самого доброго огня было и остаётся выражение «семейный очаг» или «домашний очаг». И вот огонь из домашнего очага его и называли своим. И отношение к нему, как вы понимаете, было особенное. И, конечно же, оскорбление своего огня было всегда небезопасным. Высшая степень неуважения к дому — это плюнуть в печь, осквернить очаг. И даже простой костёр требует к себе уважения. Не то он может укусить. Так вот, нарушителей таких ждал вогник. Так называли появление язв на теле. Они были похожи на язвы, как после ожога. Нужно сказать, что люди с древних времён верили, что огнём лечат многие болезни. Например, когда дети кричат и не спят по ночам, спасти их мог только огонь прогоняющих злых духов. Поэтому и издавна малышей пеленали перед открытой печью или кострищем. Волшебной купальской ночью прыгали над огнём парни и девушки, проносили над ним одежду захворавших и между костров прогоняли стадо домашних животных. Что не лечит лекарства, лечит железо. Что не лечит железо, лечит огонь. Что не лечит огонь, не лечит ничто. Вот когда-то так говорили мудрые люди. Жили люди в древние времена кучно, стена к стене, поэтому и горели разом. А пожары были такие, что целые города полыхали. И только чёрные пепелища оставались, словно метки. Здесь жили люди. Чаще на пепелищах уже не строились. А позднее стали из камня строить. Позднее изобрели составы огнестойки для пропитки дерева. Создали службу, стоящую на защите городов и сёл от огня. Ну и, конечно, технику и средства тушения. Вот одним из самых важных и самых таких интересных в историческом зале диорама одного из крупнейших пожаров в городе Минске. И вот при помощи этой диорамы наши посетители, и при помощи не только диорамы, при помощи того, что они видят, слышат, при помощи вот этих фотографий, которые воссоздают образ улицы начала 19 века, вы как будто бы попадаете в позапрошлый век, когда профессиональная пожарная служба города Минска только-только зарождалась. Давайте напомним или расскажем нашим слушателям, где же случился этот пожар, на каком месте современного Минска. Я с удовольствием расскажу вам об этом. В центре зала диорама, как я уже говорила, одного из самых крупных пожаров, который возник 21 июня 1881 года, когда в 10.30 утра загорелись склады со скипидаром, смолы, нефти и других легко воспламеняющихся материалов в районе Соборной площади. Нужно сказать, что макет прямо оживает на глазах у нас, потому что вспыхивает пожар, слышны треск горящих крыш, возгласы и крики людей, которые оказались в эпицентре огненного происшествия, слышно ржание лошадей и конно-бочечных ходов, которые мчались по улицам города. И, конечно же, такую тревожную атмосферу воссоздает тревожный звон набата, который оповещает о пожаре людей. Мы видим пылающие кварталы между Мясницкой и Замковой, завальной улицами, которые сплошь застроены ветхими деревянными строениями. Представьте себе пламя, охватывающее стоящее вплотную деревянные дома и постройки. Это пламя сжет лицо, руки, искры сыплются отовсюду. На пожарных то и дело загорается одежда. Вода, выбрасываемая ручными насосами, испаряется от страшного жара, не достигая пламени. А погорельцы, спасая пожитки, мешают движению, потому что улицы завалены брошенным имуществом, который тоже уже горит. Лошади, подвозящие бочки с водой, не могут подъехать к оборудованию пожарным инструментом. Как обезумевшие, они кидаются в стороны, калечая себя и людей. Вокруг суматоха. Сильным ветром языки пламени уносятся на значительное расстояние от пожара, перебрасывая огонь на крышу домов. К двум часам по полудню горело уже одновременно несколько улиц. Городские водопроводы иссякли, а подвоз воды из реки производился слишком медленно. Жители, до этого хоть как-то помогавшие с доставкой воды, боясь сгореть заживо, разбегались, и только пожарные оставались на своих местах и всеми силами старались противостоять огненной стихии. Пламя было таким большим, что вскоре охватило самую населенную торговую часть города. Один из обозов пожарной команды оказался в огненном тупике, где сгорело два инструмента. Буквально чудом удалось вывезти служителей и лошадей. А спустя час в огненной западне оказался насос пожарного общества, лестница и три бочки для подвоза воды. Казалось, что борьба людей с огнем окажется бесполезной, и каждый полагался только на волю Божью. Но как немалочисленны были оставшиеся силы, требовалось спасти город от полного истребления огнем. Пожарные, боровшиеся за каждый дом, после неимоверных усилий, понявшие тщетность прямого противостояния наступающему огню, заняли позиции в сопредельных кварталах. Бывший в то время в Бобруйске минский губернатор Александр Петров экстренным поездом вернулся в Минск. И в 9 часов вечера, найдя толпы обезумевших жителей и несколько десятков пожарных, из последних сил, борющихся с распространением огня, взял руководство тушением пожара на себя. Пожарные занялись тушением здания контрольной палаты, Космодемьяновской и Базарной улиц, строений Соборной площади, а также предотвращением распространения пожара через реку Свислочь на заречную часть города. Всю ночь с 21 на 22 июня губернатор находился при пожарных. Инструменты перевозились с места на место, туда, где грозила наибольшая опасность уцелевшим кварталам. А глубокой ночью огонь удалось остановить у торговой, монастырской и правой половины Космодемьяновской улиц. Были спасены Екатерининская церковь, Марининский костел и Кафедральный собор. Недаром бедные жители со слезами на глазах благодарили пожарных за их самоотверженную работу. А уже 30 августа 1881 года по ходатайству минского губернатора императорским величеством были пожалованы к наградам 6 человек. В этом пожаре страшном сгорело 742 домовладения со всеми постройками, 321 городское здание, включая 8 правительственных учреждений. В огне также сгорела одна женщина и был убит обрушившейся стеной здания служитель пожарной команды. Вот голодных, бескровных и бесприютных погорельцев оказалось 2000. Городские площади, парки и загородные поля в то время были покрыты шалашами и землянками, которые были временным приютом для этих людей, для погорельцев. А 22 июня был образован комитет для сбора пожертвований на нужды погорельцев. И вот на минскую беду откликнулась вся Россия и было собрано за несколько дней 33 тысячи 78 рублей пожертвований. Мне хотелось бы привести цитату одного свидетеля. Он писал, как символ надежды, над руинами возвышались уцелевшие храмы. А там, где есть храмы, там и жизнь в вечности не погаснет. Это вот корреспондент издания Тугодник Пожежный, ставший очевидцем этих событий и представивший несколько фотографий с места трагедии. И заканчивается его цитата словами. Теперь город верит в свою звезду и уже вновь возрождается, как феникс из пепла. И нужно сказать, что Минск возродился. После этого пожара был введен несгораемый квартал. Это 14 улиц, которые застраивались только кирпичными зданиями, крытыми жестью или черепицей. А в 1882 году Минское городское управление разрабатывает и публикует в памятной книге Минской губернии на 1883 год обязательное правило для жителей, которые назывались «О принятии мер предосторожности от пожаров». А в 1885 году городское управление в силу настоятельных просьб со стороны правления Минского пожарного общества безвозмездно выделяет на пустопорожней плаце на месте пожарной пустоши 1881 года, который находился на углу Романовской и Преображенской улиц, где выстраивается первое в истории города каменное пожарное депо, которое сейчас находится на улице Городской вал. И вот этот момент открытия пожарной части номер один в городе Минске в 1885 году запечатлен на огромном старинном фотоснимке, который занимает одну из стен нашего исторического зала. И, как вы поняли, дорогие слушатели, и, Виктория, все это происходило в районе Немиги, в Верхнем городе. Это все то, что от проспекта Независимости в районе Гума в сторону Дворца Спорта вот 16 улиц были охвачены этим страшным пожаром, и этот пожар вот длился, как вы уже тоже, наверное, поняли, двое суток. Вот эта экспозиция, мне удалось быть свидетелем ее работы, так скажем. По нарастанию происходит это действие. Сначала мы слышим звон, потом разгорание пламени. Это безумно интересно, и это все происходит в темноте, лишь только яркие вспышки. Всполохи пламени действительно окунают нас вот в этот страшный пожар. И действительно, эта диорама, она производит неизгладимые впечатления. И действительно, вот с посещения уже первого зала люди начинают верить и бояться огня. И наша задача не заставить бояться человека, а заставить уважать огонь, который живет и действует и творит добро людям по своим законам. И главное, научиться человеку не нарушать эти законы, потому что произойдет то, что вот они увидят и увидели на этой диораме. И наша задача предупредить такие пожары. И рассказать об этом пожаре, потому что это история нашего города, это история пожарной службы. И, конечно, очень бы хотелось бы, чтобы в будущем в истории города Минска таких пожаров не было вовсе. Потому что очень хочется надеяться, что люди, что наши граждане все-таки научатся жить по законам, научатся жить по правилам, которые не приведут к таким трагическим последствиям. Диораму только можно услышать. И вот через эти ощущения через этот звук можно понять все то, что происходит за стеклом. В диораме есть такие слова, но что могли сделать пожарные, имея в своем расчете конно-бочечный ход и ручной насос. И действительно, вот такое важное место занимает ручной насос. Тоже на фоне фотографии каждый посетитель может себя почувствовать в роли качальщика. Мы рассказываем здесь о профессиях, которые были в пожарных командах начала 19 века. Так вот, одна из таких тяжелых профессий, которая требовала большого физического труда и именно в качальщике отбирали самых сильных мужчин, это вот профессия качальщика. И дети, и взрослые надевают каску, надевают китель, обмундирование пожарного и качают воду. Здесь мы рассказываем посетителям о том, что кроме качальщиков были еще и ствольщики, потому что вода бежала по пожарному рукаву, мы тоже знакомим, показываем, что это не шланги пожарные, как правило, вот называют посетители так, это пожарные рукава, к концу крепился пожарный ствол или бронзбоид, как его называют, и вот с пожарным стволом работали ствольщики. Ствольщики, топорники, это еще одна специальность пожарного, это те, которые входили в самое пекло огня, их работа была очень опасной, и поэтому каждый посетитель рад поддержать вот этот ствол с пожарным рукавом, потрогать топор. Да, достаточно тяжелый, у нас, кстати, это настоящий исторический такой экспонат, поэтому и фотографируется тоже с большим-большим удовольствием. На фотографии, которая служит фоном к ручному насосу, минская пожарная команда с таким простым оборудованием пожарных, среди этого оборудования есть лестницы, вот это как раз-таки те лестницы, которые и сегодня на современной технике присутствуют, это три вида лестниц, и почему появились эти лестницы, мы тоже рассказываем, потому что эти безопасные кварталы, эти каменные здания и сооружения в городе, они были многоэтажными, конечно, пожары возникали на втором, на третьем, на четвертом этажах, и нужно было очень быстро пожарным добраться, поэтому использовали и лестницы штурмовки, и выдвижные трехколенки лестницы, и лестницы палки, и на этом оборудовании с этими лестницами работали лазальщики. Друзья, я напомню, что в гостях программы «Музейные ценности» была начальник сектора пропаганды безопасности жизнедеятельности Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Ирина Уласевич. Но если вы уже сейчас хотите попасть на выставку самых разных принадлежностей пожарных и спасателей, окунуться в историю МЧС Беларуси и услышать невыдуманные истории трагедии, отправляйтесь вместе с друзьями, родственниками или своей семьей в Музей Огня, который находится в Минске по адресу улица Козлова, 26, корпус 8. Продолжение нашей аудиоэкскурсии услышим совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Музей Огня при Минском городском управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям уже не один год принимает посетителей самых разных возрастов и интересов. Хотите почувствовать себя пожарным спасателем 19 века? Пожалуйста! Примеряйте форму, звоните в колокол и мотайте на ус истории спасений и подвигов наших соотечественников. В прошлом выпуске передачи «Музейные ценности» начальник сектора пропаганды безопасности жизнедеятельности Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Ирина Уласевич рассказала о диаграмме, которая встречает посетителей и воссоздает историю крупнейшего пожара в Минске. Профессии качальщика, особенностях его обмундирования и отбора претендентов на эту должность, пожарных рукавах прошлых веков, видах лестниц, которые позволяли быстро добираться спасателям до очага пламени. Я напомню, что практически все экспонаты можно трогать, примерять и фотографироваться с ними. Давайте продолжим аудиоэкскурсию по историческому залу Музея огня, а проведет ее для нас Ирина Уласевич. На фотографиях очень интересные тоже экспонаты и аппараты Кеннинга, которые легли в основу современных масс для спасателей или противогазов. Это и интересный вопрос такой для умников. Я задаю интересные предметы конической формы. Всегда спрашиваю, «Как вы думаете, что это такое?» И лишь немногие-немногие действительно распознают в нем первые огнетушители, которые выпускались фирмы «Феникс». Именно видят в этом конусе первые огнетушители. Потому что, наверное, похож на громкоговоритель. Абсолютно верно. Дети и взрослые так и говорят. Это громкоговоритель, это рупор. И действительно он не похож на современные огнетушители, которые мы привыкли видеть в общественных зданиях, в помещениях. Это, конечно, немножечко другое. У вас представлено несколько видов формы пожарных, которая видоизменялась со временем. Какая больше всего похожа на форму современных пожарных? Форма современных пожарных представлена на манекене в современном зале. И если мы с вами будем путешествовать, я остановлюсь, конечно, на этой форме. Сами пожарные называют боевка, боевая одежда спасателя пожарного. Но об этом, с вашего позволения, Виктория, мы будем говорить в следующей передаче. А в историческом зале тоже у нас есть форма и есть несколько видов касок. Так вот, несмотря на то, что комплектование пожарных команд до 1873 года осуществлялось через военное министерство, из числа забранных в рекруты и неспособных к фронтовой службе, специфика выполнения возложенных на пожарную охрану задач действительно требовала введения такого специального обмундирования, которое отличалось бы от военной формы. Так вот были установлены мундиры солдатского строя пехотного серого цвета. У них был синий воротник, обшлаги и погоны. А вот форма для хождения на пожары была серой. И представляла собой рабочую куртку с погонами и черный такой поясной ремень с медной пряжкой. Вот из-за этого серого цвета пожарных в дореволюционной России повсеместно называли серыми героями. Вы знаете, всегда представляет огромный интерес один из атрибутов формы огнеборцев. Речь идет, конечно, о каске. Из истории каски пожарных она впервые была введена для личного состава Санкт-Петербургской пожарной команды в 1849 году. А предшествовал вот этому введению случай, связанный с императором Николаем I. Однажды, присутствуя на пожаре, он увидел, как упавшим бревном убило одного из огнеборцев. И это так потрясло государя, что он повелел ввести для пожарных каски по французскому образцу, как у керосир. Нужно сказать, что до этого пожарные носили такие фуражные шапки из сукна. Настолько была оценена полезность вот такого головного убора, что спустя три года наличие каски пожарного было уже закреплено законодательно. Каски пожарных отличались и по форме, и по величине гребня. Каска бронтмейстера, например, была бронзовой с высоким гребнем. Нужно сказать, что в последние четверти XIX века бронза была заменена листовой медью или же латунью. Это, во-первых, позволяло снизить вес головного убора, а, во-вторых, удешевило этот головной убор. Так вот, каску бронтмейстера украшала кокарда с гербом губернии. А вот для нижних чинов были каски с низким гребнем, и, конечно, они были уже медными. В экспозиции музея имеется каска, которая среди коллекционеров получила название «Пожарный шлем СССР образца 1923 года». Она выполнена из цветного металла. Обойма гребня этой каски крепилась к куполу шлема болтами. И весила такая каска 880-900 граммов. И каждый, кто ее примеривал на себя, всегда говорил практически одно и то же. Какая она тяжелая. Для руководителей пожарных каски хромировали, а рядовые носили латунные, вот как я говорила, естественного цвета. По специальному заказу эти каски комплектовали ремешками в виде украшения с наборными накладками. Вот такая каска рядового пожарного и каска образца 1923 года у нас имеется в зале и ее каждый примеряет, кто хочет почувствовать себя в роли пожарной и кто хочет сфотографироваться на память в форме пожарного и в каске. И еще у вас есть один интересный экспонат с колоколом. Вот немножко заинтригуете наших слушателей, что это за экспонат. Вы имеете в виду колокол, который на колонче или на конно-бочечном ходу? На конно-бочечном ходу. Хорошо, дорогуша, но прежде чем рассказать о конно-бочечном ходе, я хотела бы обратить внимание наших слушателей еще на одно из самых высоких сооружений в нашем зале. Это пожарная колонча, с которой был виден практически весь город. Что такое колонча? Помните стихотворение у Самуила Яковлевича Маршака? Оно называлось «Пожар» и начиналось строчками «На площади базарной, на колонче пожарной, круглые сутки нес свою трудную, тяжелую службу колончевой. И его задача действительно наблюдать за городом и увидев где-то в сполохе огня или столб дыма, он тут же бил в набат, ставя в известность и пожарные команды, и, конечно же, горожан, которым необходимо было мчаться в город и помогать немногочисленным пожарным и добровольцам тушить пожары. Ну, а вообще, служба и колончевого, как называли, человека с колончей и вообще служба пожарных была очень-очень тяжелой в то время. Вот я бы хотела бы рассказать, и думаю, нашим слушателям будет это интересно. Даже ночью человек с колончей не имел права снять сапоги, чтобы не задерживать выезд по тревоге. А рабочий день пожарного начинался в 5 часов утра и длился он примерно 15-16 часов. За подъемом следовала молитва. После молитвы приступали к строевым занятиям и хозяйственным работам. Чистили лошадей, занимались уборкой двора, драили обоз. По очереди несли службу на колонче, на конюшне, у ворот. Общая молитва начинала и завершала рабочий день пожарного в 9 часов вечера. За дисциплинарные огрехи пожарных очень строго наказывали. Штрафников отправляли во внеочередное дежурство под колоколом или гоняли на колончу с ранцем. В этот ранец подкладывали груз, который равнялся пуду. Это значит 16 килограммов. И в качестве наказания применялась, конечно, еще и публичная порка розгами. Крест пожарного был действительно тяжел и физически, и морально. Их права ограничивались массой запретов. Пожарным нельзя было входить в общественные парки, в общественные сады, нельзя было пользоваться конкой или же трамваем. Пожарный не мог стать членом союзов или обществ, не мог ходить в клубы и на собрания. Если говорить о колонче, то в нашем зале можно увидеть на колонче находящиеся флаги. Опять-таки, я всегда спрашиваю у посетителей, что означают эти флаги. И немногие, кстати, говорят о том и знают, что это на колонче устанавливалось такое балансирное устройство, на котором крепились вот эти сигнальные флаги. И они служили для обозначения территории или места, где возникал пожар. Флаги разных цветов. Флаги разных цветов. Действительно, в дневное время выбрасывались флаги, клончевой выбрасывал флаг перед тем, как бить в набат. А в ночное время зажигали фонари таких же цветов. И флаги, и фонари указывали место, где возник пожар и куда должны были собираться и ехать команды пожарных. Для подачи общегородской пожарной тревоги применялся вот колокол, о котором вы говорили. Звон набата был слышен в окрестностях на много верст и оповещал о начавшемся пожаре. Он мог оповещать и о начавшемся наводнении или вражеском нашествии. Так вот, услышав сигнал, горожане должны были немедленно бежать на пожар, захватив с собой пожарный инструмент, который был закреплен за домовладельцем. Вообще, в пожарной команде полагалось каждому, кто служил в ней, знать таблицу вот этих колончевых сигналов, потому что не только штрафники, но и каждый мог быть колончевым. И каждый ходил в наряды на колончу и все пожарные должны были отхаживать круги по площадке колончи. Вот в зимнее время такой вот наряд длился 3 часа, а вот с апреля по октябрь наряд на колончу длился 12 часов. Но, как я уже говорила, попасть на колончу можно было и вне очереди. Стоило даже получить замечание на утренней поверке, например, за негорящую сиянием медную пожарную каску. Вот эти каски пожарных, они должны были быть начищены и действительно сиять, как солнце. Какой техникой пользовались пожарные и что было более эффективно? Конечно, сегодня, когда мы видим множество технических средств и техники и оборудования, которые стоят на вооружении у пожарных, очень трудно даже сопоставить и назвать то, на чем доставлялась вода и доставлялись пожарные к месту пожара в начале 19 века. Это трудно даже назвать техникой. Но хочу сказать, что из технических средств доставки личного состава к месту бедствия и подачи воды на тушение пожара имелся насосно-бочечный рессорный ход или конно-бочечный ход. Аналог пожарной машины. действительно, это аналог пожарной машины. Интересно то, что работниками управления были найдены описания и чертежи так называемой движущей основы обозов на конной тяге для перевозки снаряжения и личного состава пожарных. И вот в ходе работы было достигнуто не только вот точное соответствие всех характеристик этого хода, но и используемые материалы, которые соответствовали той эпохе. Ну вот, например, кованые рессоры, медные элементы отделки, специальные сорта древесины для рамы и обшивки, соответствующие масляные краски по требованиям того времени. И более того, на нашем конно-бочечном ходу стоит насос красный факел 1939 года выпуска с оригинальным комплектом рукавов и стволом для подачи воды. На конно-бочечном ходу есть еще такой настоящий осветительный керосиновый фонарь, который тоже изготовлен артелью красный металлист в 1928 году. Ну и, конечно, имеется пожарная колонка стендер московского типа с огнетушителем Богатырь-1 1946 года выпуска. Все это можно потрогать. И это не просто можно потрогать. На конно-бочечном ходу можно представить себя и в роли пожарного, и в роли кучера и посидеть, прямо отбивая в колокол вот этот сигнал и почувствовать себя пожарным начала 19 века, который, услышав звон Набата, тоже феерично и громко на всех парах неслись к месту пожара. Я хочу сказать, что вот такой насосно-бочечный рессорный ход являлся самостоятельной тактической единицей в составе пожарных команд. И этот конно-бочечный ход, его тоже так называемый, он предназначался для доставки к месту пожара бочки, в которую вмещалось 40 ведер воды или 400 литров. Он должен первым приступать к спасению людей. Пожарные должны были локализовать пожар, используя вот этот насос, о котором я говорила. Этот насос стоял как раз-таки между сидением и бочкой. Ну и хочу сказать, что на этом ходу вместе с ездовым выезжали два бойца. И хотелось бы тоже сказать, что на этом конно-бочечном ходу то, что можно потрогать, то, что можно пощупать, это инвентарь, это то, что вот крепилось. Запас рукавов, например, 80 метров на рукавной катушке. На конно-бочечном ходу были два ствола, был гидропульт-костыль для борьбы с огнем в труднодоступных местах возгораний. Ну и шансовый, конечно, инструмент. Поэтому каждый из посетителей может не только увидеть, послушать, сесть, примерить в форме и вообще сделать замечательный фотосет в форме пожарного начала 19 века. А как у вас он появился? Вот почему искали рисунки и чертежи? Потому что его воссоздали для участия в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню пожарной службы Белоруссии. И эти мероприятия проходили вот 25 июля 1999 года. И вот с 99 года это не просто экспонат, этот конно-бочечный ход это участник парада. Он идет во главе собственно парада современной техники спасателей пожарных. Хочу еще сказать, что бочка, которая на этом ходу украшена гербом, на котором три буквы М, П, К и дата 1853 год. Именно этот год стал в истории становления пожарной службы города Минска и пожарной службы Белоруссии отправной точкой в создании государственной профессиональной пожарной службы. Потому что именно в 1853 году в марте правительство утвердило табель составу пожарной части города, а 25 июля рассматривая вопрос о новом устройстве пожарной части в городе Минске Минское губернское правительство и Минская городская дума утверждают наконец-таки смету расходов на содержание штата Минской пожарной команды, состав которой был 51 человек. Три офицера это один брандмейстер, два унтер-брандмейстера и 48 пожарных. Вот именно это историческое событие легло в основу профессионального праздника Дня пожарной службы, который еще раз повторюсь и приглашаю всех, который отмечается ежегодно 25 июля. Но я хочу сказать, что во втором зале у нас еще стоит один образец, который уже был воссоздан к 2000 году и тоже он представлен в экспозиции. Этот ход грузоподъемностью в тысячу килограмм предназначался для доставки к месту пожара уже шести человек и полного комплекта снаряжения. Но пока мы о нем не будем рассказывать. Мы о нем не будем. Да, я думаю, что об этом будет интересно узнать в следующей нашей передаче. Еще у спасателей есть своя икона. Расскажите, как она выглядит и почему именно так? Потому что у каждой иконы есть свои определенные символы. Я с большим удовольствием расскажу и об этом, потому что действительно одно из самых почетных мест нашего исторического зала занимает икона Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина. Эта икона выполнена мастерами специально для нашего музея из более чем тридцати видов драгоценных камней. В ее основе библейское описание видения пророку Моисею ангела в горящем и несгораемом кусте. Он-то и называется Купина. Вот это событие позднее было истолковано как предзнаменование непорочного зачатия Богоматерью от Святого Духа. В Библии так написано «Яка же Купина несгорающая опаляема, так и Дева родила Иси». Композиция Богоматери с младенцем Иисусом на руках в окружении небесных сфер и восьмиконечной звезды, состоящей из двух перекрещивающихся четырехугольников. Один из них окрашен в красный цвет. Конечно же, как вы догадались, это символизирует образ пламени. А второй в зеленый символ цвета Купины. На некоторых иконах вместо зеленого используется синий такой вот ромб, что символизирует небо. Эту композицию дополняют воспевающие Богоматерь, небесные силы, ангелы стихии, архангелы со знаками страшного суда и образы четырех евангелистов. Ангел — это Матфей, Лев — это Иоанн, Телец — Лука и Орел — Марк. Вот в углах иконы размещены Моисей у пылающего куста, процветающий жезл от корня Иисеева — это символическое изображение Христа, и закрытые врата — это аллегория непорочного зачатия Девы Марии. И видение Якова с лестницей на небеса. И вот эта лестница на многих иконах, лестница в руках Девы Марии — это и есть символ спасения человечества. И именно символ спасателей. Так вот, прежде чем сказать о символах и о той нагрузке, которую современная икона несёт, и какую роль она сыграла для современных спасателей пожарных, хочу сказать, что эту икону во все времена сопровождали легенды. Люди видели в неопалимой купине защитницу от пожаров. Известно очень много описаний, как во время разгула огненной стихии иконой обносили горящие дома, и пламя самым чудесным образом затухало. Или имеются такие описанные случаи, как пришедшие в церковь злоумышленники, совершившие поджог, в присутствии образа падали в обморок и прилюдно каялись в содеянном. Поэтому широко была распространена традиция, по которой в случае частых бед от огня и грома, с целью защитить себя и своё имущество, люди собирали деньги, на которые заказывали написание иконы для храма в своём приходе. А ещё нужно сказать, что этой иконой Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина благословляли молодожёнов во время свадьбы, ей молились о благополучных родах, и эта икона считалась заступницей для всех обиженных. Почему эта икона у нас в зале? С появлением пожарных команд и добровольных пожарных обществ огнеборцы обращались к Богородице, возлагая надежду на помощь в усмирении огненной стихии. В своё время неотъемлемой частью интерьера каждого пожарного депо была образная комната, где обязательно присутствовала Неопалимая Купина. И сегодня это так. Каждая пожарная часть, по сути дела, имеет икону. В каждой пожарной части находится эта икона, потому что, будучи небесным покровителем всех православных пожарных. Именно эта икона легла в основу эмблемы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Исторический зал отличается помимо своих, конечно, удивительных экспонатов, ещё и атмосферой. Это не просто стены, окрашенные в какой-то цвет. Вот расскажите об интерьере, об обстановке, которая переносит нас в историю. Действительно, вы правильно сказали, Виктория, что мы старались так, чтобы каждый посетитель очутился, окунулся в историю начала XIX века. Мы находимся как бы на улице. Конечно, это современная итальянская плитка, но она сделана под брусчатку. Это кирпичные арки, это вывески, это доски объявлений, название улиц пожарной, это, конечно же, фотографии, это знамёна, это форма. Всё это позволяет окунуться в историю и почувствовать. Вот то, о чём мы говорили, о взаимодействии человека с огнём и задача этого зала и наша задача опять-таки не только рассказать о прошлом города Минска, о его страшных пожарах, но и предупредить современного посетителя и рассказать, и предупредить его о том, чтобы таких пожаров не было, потому что, конечно, сейчас и в городе Минске случаются пожары, и ежедневно спасатели пожарные выезжают, но, конечно, таких масштабных пожаров давно нет, и не хотелось бы, чтобы они когда-нибудь в истории города Минска возникали. Наш музей располагается на территории Минского городского управления МЧС. Мы находимся на улице Козлова, 26, корпус 8. Мы можем работать и в первой половине дня, предпочтительнее работать во второй половине дня, потому что вот в одном из залов в первой половине дня идёт обучение по программе пожарно-технического минимума. Но мы готовы работать и в первой половине дня, и во второй. Мы рады любой аудитории и малышам, и взрослым связаться с работниками Музея огня. Можно по телефону 8017 294 61 22. Всегда будем рады видеть вас в нашем музее, и, поверьте, сделаем так, чтобы экскурсия в наш музей понравилась и запомнилась вам тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова